Все видно? Да, экран видно. Я представляю вам проект, который называется Этераклап. Этераклап Который создан в 2017 году. Мы уже давно занимаемся различными бизнес-направлениями в сетевом бизнесе и на данный момент у нас уже в клубе 7 направлений и вот 15 числа у нас запускается еще одно направление, которое называется валютный аукцион. Как раз об этом я и хотел рассказать. Все, что у нас уже работает с 2017 года, я думаю, это отдельная тема разговора, а вот то, что сейчас мы запускаем, это будет уже такая интересная новая глава, которая даст, я думаю, такие хорошие всходы. Сейчас попробую включить вам непосредственно видеоролик. Нам сделали недавно видеоролик и если пойдет нормальный звук, то вообще замечательно. Если нет, то попробую я включить этот звук уже через... Да, запускай. Да, давай, ты скажешь и... Нестабильное время требует решительных и неординарных действий, направленных на повышение собственного благосостояния. Важно найти способ заработка, в котором можно быть уверенным. И именно такой способ мы предлагаем вам. Зарабатывать достойно здесь и сейчас. Бизнес-клуб Этера Клаб. Ваш партнер в повышении вашего благосостояния. Надежность – наше преимущество. Мы – официально зарегистрированное общественное объединение. Доверьтесь профессионалам. Мы предлагаем социальные и бизнес-программы. Работаем для вас. Обеспечиваем индивидуальную поддержку и консультации. Вы достойны лучшей жизни. Обращайтесь к нам. Заходите на сайт или в соцсети. И ваши мечты начнут сбываться. Не откладывайте заработок на потом. Начните наращивать свое богатство в бизнес-клубе прямо сейчас. В принципе, понятна основная идея. Ну, только сразу вопрос. Это получается что-то типа лотерея? Так, ну это не совсем лотерея. Сейчас как раз и расскажу. Это не совсем лотерея. Это больше как аукцион. Это валютный аукцион. Принцип валютного аукциона очень похож на принцип аукционов, который проводится на государственном уровне. То есть это есть фиксированная цена определенная. То есть так называемая цена номинала. А дальше эту цену люди начинают понижать до определенного момента, пока цена не станет той интересной ценой, которую человек уже непосредственно покупает. Смотри, на обычных аукционах цена повышается, да, и побеждает тот, кто, как говорится, назначит наибольшую цену. То есть ты здесь говоришь, что цена понижается. То есть это обратный аукцион? Да, это обратный валютный аукцион, можно так сказать. Этот аукцион понижает цену, и человек покупает деньги за дешево. Можно так это озвучить вот одной фразой. То есть купи деньги за дешево. Получи прибыль или купи прибыль в данном случае. Ну так, а что мешает следующему человеку после тебя назначить цену еще меньше, и, наверное, рано или поздно мы дойдем до нуля просто? Да, ну, фишка такая, что каждый человек имеет право сразу же выкупить этот лот. То есть как это работает? Ну, в данном случае лот что такое? Это эквивалент, то есть это номинал, денежный номинал, который можно купить. И в конце концов можно купить, например, номинал 100 долларов, за те же самые 50 долларов. Как это работает? Это работает очень интересно и очень просто. Все делается за несколько кликов. На платформе будет торговаться много лотов. Порядка 15 штук от 10 долларов до 10 тысяч долларов. И каждый может этот лот выбрать сначала, а потом уже, сделав клик, просмотреть лот. И если цена интересна, то этот лот покупается. Фишка этого проекта такова, что каждый просмотр цены, он платный. И цена просмотра – это 50 центов. То есть вы за 50 центов просматриваете лот, узнаете, сколько он сейчас в данный момент стоит. Если вас устраивает эта цена, вы просто покупаете этот лот. Ну, выглядит вот так. Здесь уже скриншоты с нашего будущего кабинета, чтобы вы понимали, как это будет в дальнейшем выглядеть. А что есть товар? Я хочу спросить. Что является товаром в данном случае? Товар – это деньги. Самый лучший товар, который вообще существует. Ну, пример приведи, пожалуйста. Ну, вот пример вы видите, наверное. Ну, я вижу доллары, которые я могу и без аукциона продать по нормальному курсу. Ну, по какому курсу? Вот 1000 долларов вы сможете купить за, не знаю, 500 долларов? Нет, вопрос в том, что… Я доллары продаю за доллары. Фишка такова. Нет. Андрей Жариков продаст мне 1000 долларов за 500 долларов. Я у него куплю за 500 долларов. Вопрос, будет ли он продавать, если есть возможность пойти в банк продать или на Аббитику? Да, хороший вопрос. Здесь как раз стоит инструмент, при котором любой человек может купить. Например, 1000 долларов за меньшие деньги. В любом случае, как только… Извини, пожалуйста, перебью. Хороший вопрос. Андрей Жариков продаст 1000 долларов за 500 долларов. Андрей Жариков. Сейчас, смотри. Я идею на самом деле понимаю, потому что я сталкивался с обратными аукционами. Здесь, смотрите, каждый, получается, чтобы сделать каждую ставку, нужно платить 0,5 доллара. То есть, это не бесплатно. И тысячи людей делают ставки, каждый платит по 5 долларов. То есть, и в итоге компания с этого зарабатывает, и ее заработок получается больше, чем та потеря. Да, компания может себе позволить 1000 долларов продать за 500, потому что ее суммарный доход от кликов превышает. Правильно, Ильнур, я концепцию понимаю? В данном случае здесь мы можем продать 1000 долларов хоть за 1 доллар. Да, да, я понимаю. Да, и мы… Самое интересное, здесь чистая математика. Здесь нет схемы понции, это не пирамида, не хайп. Здесь не скамная версия, так называемая, по нашему сленгу, если говорить. Здесь чистая математика. В данном случае мы выставляем лот. Мы работаем как сервис. Сервис обратного валютного аукциона, либо по-простому просто валютного аукциона. Мы выставляем различные лоты, эти лоты торгуются, здесь никто не ставит ставки, никакие. То есть вы, в данном случае, каждый человек не продает, каждый человек только просматривает цену. У нас есть так называемый внутренний токен клик, чтобы просто было. Кликнул на цену, посмотрел. Вот этот токен, он единственное, что платный. То есть он покупается, токен стоит половину доллара, 50 центов. Дальше человек выбирает нужный лот, например, лот 1000 долларов, который вот в виде примера. Он выбирает, он не знает, сколько стоит этот, сейчас в данном случае, 1000 долларов это номинал, а сколько он стоит, неизвестно. Поэтому человек просто кликает на... Подожди, а я думал, что как раз цена лота, она всем видна, нет? Нет, цена лота не видна. Это платная функция. Вы открываете цену, и тогда вам дается 10 секунд на просмотр этой цены и на обдумывание, хотите вы покупать или нет. Ну, вот смотрите, вот идет 10 секунд, пошел отчет. Стоимость лота оказалась, что стоит лот 566 долларов, а номинал 1000 долларов. В данном случае прибыль 434 доллара. А, то есть, получается, если я согласен, я должен буду заплатить 566 долларов за эту 1000. Правильно. То есть, вы покупаете лот за 566 долларов, а как только вы это сделали, вам на счет падает 1000 долларов, номинал. Все, вот ваша чистая прибыль 434 доллара. То же самое происходит с лотом за 10 долларов, за 20, за 50, за 100 и так далее, до 10 тысяч долларов. Ильнор, но смотри, тогда следующий вопрос. Чтобы мне этот лот купить, я должен пополнить баланс хотя бы на 566 долларов, потому что иначе мне нечем будет платить, правильно, за этот лот? Да, вы можете пополнить баланс, а можете напрямую через мерчан купить прямо этот лот за 566 долларов. У нас сделано пополнение баланса и пополнение, как бы прямая покупка практически с любой платежной системы. Хоть это банковские карты, хоть это электронные деньги, типа... Ну, это в ролике было сказано. Тогда такой вопрос. Много разных вариантов. Сами лоты выставляет кто? Сама компания или какие-то другие участники, которые... Нет, сама компания выставляет лоты. Эти лоты всегда, они... Все виды лотов, они, как сказать, присутствуют в данном случае. Там их порядка 15 штук. И как только один лот выкупается, появляется сразу же следующий, точно такой же, просто по другим ID номерам. Все. Человек... Чем больше людей кликают данный лот, тем сильнее она... Чем сильнее цена понижается. Цена понижается на 25 центов. То есть кликнул человек, сразу же он видит цену не 1000 долларов, а 999 долларов 75 центов. То есть сразу же она понизилась. Он дальше смотрит. Неинтересная цена. Он либо пропускает ход, либо 10 секунд проходит. Следующий человек кликает эту же самую цену. Следующий человек видит уже 999 долларов 50 центов. И так далее. Сейчас, извини. Окей, давай представим. Началось с 1000, и вот уже приблизилось к одному доллару. Уже там сотни людей, участвующих в аукционе, видят, что они могут 1000 баксов получить за 1 доллар. Конечно, они, как сумасшедшие, будут нажимать кнопку купить лот. Так, а кто же в итоге получит-то? Получит тот человек, который вот сейчас кликнул. Его 10 секунд всегда законны. То есть получается, что тот, кто первый кликнул в данном... Смотрите, каждый не видит человек. Он же не видит, сколько стоит. Он видит 1000 долларов. Вот как только человек нажал на открыть цену, накликнул на нее, тогда у него появляется только цена. Понимаете? А с чем связано, что только один лот человек видит, а не там 10, 15, 20? Чтобы у него был интерес пройтись по каждому. Нет, участник видит все лоты, но видит... А сколько лотов? Порядка 15 штук от 10 долларов до 10 тысяч долларов. Ну вот тебе, Андрей, вот тебе и математика. Человек классный один, он видит, что он еще не классный, но другие. Он, соответственно, что ему? Ему интересно пройтись по тем и быстро вернуться в тот, там, где он посчитал самую выгоду. А, соответственно, кто успел, тот и съел. Ну, все правильно. Кто первый выкупает лот, тот забирает полностью всю прибыль, естественно. А все остальные... Ну, я понял. А вопрос скажи, пожалуйста, вы через какую платежную систему используете экваринг? Там разные платежные системы. Я же говорю, начиная от карт и не только... Нет, я понял. А кто обеспечивает вам транзакционный шлюз, вот этот, экваринг? Там, где человек вводит карту и проведет платеж. Какой банк обслуживает вас? Ну, у нас мерчатка подключена, у нас компания подключена, у которой как раз полностью подключены различные экваринги банков. А где находится компания? В России. Я понял. А процент, если не секрет, какой? Процент чего? Ну, оплата за экваринг. Ну, все зависит от того, какой именно платежной системой пользуется в данном случае участник. Ну, и виза, мастер-карт. Смотрите, каждый банк у них по-своему идет, своя цена. И я вижу, например, когда я пополняю счет в данном случае в проекте, я вижу конкретную, не комиссию, а конкретный курс уже. То есть я пополняю, не знаю, там, на 100 долларов, я сразу конкретно вижу, Сбербанк столько-то стоит, там, Альфа-банк столько-то, Киви, не знаю, там, третья цена, через биткоин четвертый и так далее. То есть я сразу вижу весь расклад по ценам и пополняю через ту платежную систему, которая, ну, либо самая удобная, либо самая выгодная. А, то есть получается тебе этот самый провайдер предоставляет некий сервис, там, где можно оплатить картой, и уже сам пользователь выбирает, не ты как заказчик, а сам пользователь выбирает, через какую систему провести платеж. Конечно, да, естественно. Там порядка 20 разных систем, человек сам выбирает то, что ему выгодно. А как называется провайдер? Ну, я могу попозже сказать. Напиши, пожалуйста, подключено не один такой, у меня три мерчанда подключены, надо смотреть конкретно. Я тебя понял. Я просто, мы запускаем криптобанки, и очень интересно данное направление, и, в принципе, можем где-то посторонничать, если не интересно. Да, и связывайтесь, я покажу и расскажу. Эльнор, а вот вначале ты упомянул, что так будет выглядеть, то есть означает ли это, что это еще все в процессе разработки? Это уже разработано, у нас 15-го числа запуск, 15-го августа, и как только мы запустим, у нас появится раздел в меню валютного уровня, и все будут видеть именно в такой версии. Это мобильная версия, у нас, естественно, есть дестопная версия, где более расширенно все выглядит. Понимаешь, в идеале, конечно бы, вот это все увидеть в режиме реального времени, как это все происходит, потому что вот сейчас пока до конца все-таки я не очень понял, то есть кто в итоге получает приз? То есть ты говоришь тот, кто успеет назвать кнопку. Тот, кто купил лот, тот получает приз. Например, давайте так, если непонятно, первый человек, вот 1000 долларов, пускай будет 1000 долларов, у него есть лот 1000 долларов, он кликнул, он самый первый кликает, у него сразу понижается цена на 25 центов, и он видит, когда он открыл цену, он видит уже реальную цену лоту, 999,75. Все, он отказывается. Давай вот конкретно пример, который у нас перед глазами. Вот у меня это приложение, 566 долларов, я нажимаю купить лот, но цена понизилась на 20 центов, к примеру, а на другом конце провода, Инга сидит, у нее тоже приложение, она видит там 56, 50 сколько, 5, а, 565 долларов, там на 20 центов меньше, она тоже нажимает купить лот, она получит лот или кто? Андрей, кто быстрее оплатит, чья оплата пройдет быстрее? Так, смотрите, каждому дается его законные 10 секунд, вот вы по очереди кликнули, ваши 10 секунд, пока они не закончатся, у вас этот лот никто не отберет, вы решаете за эти 10 секунд, вы решили, купили, не решили, пропустили, пропустили, значит, следующий по счету, тот, кто кликнул, следующий человек там в своей доле секунды, он дальше смотрит, у него еще сильнее понизилась цена, вам не понравилось, следующий человек посмотрел и так далее, один и тот же лот может кликнуть несколько человек, но друг за другом, то есть по очереди, у каждого 10 секунд, и тот, кто последний кликнул, и тот, кто последний купил лот, он забирает свою прибыль. Смотри, допустим, вот Инга нажала кнопку, и у нее идут вот эти 10 секунд, пока у нее идут 10 секунд, получается, остальные не могут ничего нажимать? Никто не может нажимать. Получается, каждый человек, каждому дается по 10 секунд на размышления, да? Да, смотрите, чем отличается это от обычной лотереи, от казино, не знаю, от любой игры? Тем, что там, при лотерее, казино, за вас решает кто-то, да? Решают шарики, решают барабан, рулетка, крупье, да кто угодно, но только не вы. Решает именно, решает, выиграешь ли ты или не выиграешь. А здесь сам решаешь. Вот дается 10 секунд, решаешь, выиграешь, получишь свою прибыль, либо не получишь, либо пропускаешь ход, в следующий раз кликнешь. То же самое решает каждый. Вот в рулетке… Сейчас я тебя перебью, извини. На обычном аукционе, то есть мы все там в кино видели, на обычных аукционах побеждает тот, у кого больше денег. Кто больше предложит, задавает его. Давайте посмотрим не обычный аукцион, а, например, тендер, государственный тендер. Государственный тендер работает так. Вам дается объект, ну, пускай будет дом, да, который стоит там 10 миллионов. Государство говорит, вот есть дом, который я готов заплатить за него 10 миллионов. Дальше приходят разные фирмы и говорят, что нет, я вот могу построить за 9 миллионов, да, а другая фирма говорит, я могу построить за 8 миллионов. И вот кто самую малую цену даст, тот этот лот и забирает. Вот здесь то же самое. Только в данном случае, ну, это то же самое, потому что там тоже закрытый аукцион, то есть никто не видит цену партнера, ну, не партнера, а своего конкурента. Понимаешь, какая штука? Вот я тебя слушаю, опять, извини, перебью. Когда фирма предлагает низкую цену, то руководитель фирмы должен понимать, если он назовет слишком низкую цену, ему этот объект в итоге не окупится. Но здесь-то получается, я вижу, что я могу тысячу баксов купить очень дешево. В чем, ну, как говорится, я, то есть я при любом раскладе не могу проиграть. Или могу, вот, ну. Смотрите, здесь взят принцип этого государственного тендера. А фишка какова, что человек, во-первых, он за просмотр платит, да, и за каждый просмотр он понижает цену. И тот последний человек, который не самый жадный, либо, наоборот, самый жадный, либо есть какая-то определенная стратегия, он покупает лот, дожидается до того момента, когда его можно купить, он покупает и забирает все сливки, он забирает ту прибыль, которая есть. То есть, например, можно взять лот 10 тысяч долларов, да, ну, представьте, вот вы начинаете заниматься им. Понижение 25 центов. Вот первый человек, который понизил, думаете, он купит его? За 9999 долларов 75 центов. Вряд ли купит. Ну, я не уверен. Даже не купит за 9500, наверное. Да, он на комиссии больше заплатит. Да, он, во-первых, должен найти эти 9500, да, поэтому люди будут этот лот понижать до определенного уровня, хотя бы 1000 долларов прибыль, 2000 долларов прибыль. И вот здесь самые вкусные темы именно на самых больших лотах, потому что здесь будут самые большие прибыли, потому что здесь надо смотреть и жадность, с одной стороны, и азартность. 10-долларовые будет щелкаться каждую минуту, каждые 40 секунд примерно. 20-долларовые каждые, там, полторы минуты, две минуты. А вот 10-тысячные, может быть, выигрывать будет раз в неделю, а может быть и раз в месяц. Все зависит от того, как люди будут играть в данном случае. Это и не совсем игра. Еще вопрос, а аукционы они будут как, круглосуточные, или будет какое-то определенное время? Заниматься сколько угодно, это полная автоматика здесь будет работать. То есть вы здесь можете каждые 10 секунд выиграть, понимаете? То есть вам дается 10 секунд на обдумывание, каждые 10 секунд вы можете здесь получать прибыль. Кто-то получит 50 центов прибыли, кто-то получит доллар, кто-то 10. А будут, скорее всего, такие варианты, когда 10-долларовые номиналы будут забирать за 0 долларов. Просто люди будут кликать, ронять цену ниже плинтуса, и тот, кто самый последний увидит, он просто его купит за 0 долларов. А, то есть такое тоже возможно, уронить цену до нуля, да? Можно, конечно. Конечно. Это все зависит от вас, от людей, от азартных людей. Поэтому я здесь вижу, что сюда придут не только те, кто любит играть в хайпы, да, вот наш единоген, и не только матерые сетевики, которые занимаются, не знаю, там, продукцией. Сюда придут даже люди, которые играют в онлайн-казино, онлайн-лотереи, которые играют в разные онлайн-игры, где можно, не знаю, там, купить какую-нибудь, не знаю, броню, какой-нибудь меч, да? Ну, понятно, да, игроки. И кто занимается различными букмекерскими играми, даже люди с улицы будут приходить, которые любят покупать, не знаю, лотерейки всякие, либо играть в карты, и эти люди сюда придут. И у меня были случаи, когда, не знаю, строители, которые делали у меня ремонт, услышав эту информацию, когда я презентовал вообще другим людям совершенно, так как дверей не было, да, во время ремонта, они после этого ко мне пришли и говорят, мы, типа, на тебя обиделись, да, почему ты нам эту тему не рассказываешь? Я говорю, ну, блин, вы же узбеки, вы делаете там, стены красите туда-сюда, вам это неинтересно. Нет, говорит, мы всем аулом, там, кишлаком сидим, и вот в онлайн, там, три семерки, азина, три топора, там, да, и вот режутся они. И вот они попросили реферальные ссылки. Ну, понимаете, я, это до такой степени легко звать вот в эту систему людей, что можно говорить другим, да, а придут вот эти, понимаете? Ну, понятно, да. Я уже не говорю про те, кто просто... В идеале, как я говорю, это бы посмотреть уже в работающем варианте. В работающем варианте я могу видеть, у меня есть макеты работающие, анимационные. О, смотри, я так понимаю, до запуска осталось всего четыре дня. Сегодня одиннадцатый, запуск пятнадцатого, да? Да, да, да. И у меня и разные фишки еще там дополнительные. Я ввел, продумал, как бы сделать так, чтобы люди еще интереснее сюда приходили, и им было так весело, да, присутствовать с нами. Фишка, так называемый джекпот. Ну, знаете, что такое джекпот, да, я надеюсь? Ну, крупная выигрыш. Крупная сумма, да, которую люди могут получить. И в данном случае я сделал так, что каждую неделю у нас будет розыгрыш джекпота. И там будет выигрывать три человека. Значит, три человека выигрывает. Один процент со всех кликов собирается в данном случае вот в эту кубышку, в джекпот. А выигрывает тот человек, у которого первая линия больше всего накликала. То есть очень просто. Чем больше у вас людей в первой линии, чем больше они кликают в неделе, тем больше вероятность выиграть джекпот. И в джекпоте, по моим расчетам, будет не одна сотня долларов. Это будет и тысячи, и, может быть, даже 10 тысяч, 100 тысяч долларов набираться за эту неделю. Чем больше людей работают, тем больше людей играют, тем больше собираются в джекпоте. И это не все. Джекпот – это такая маркетинговый ход, да, как говорится. Это такая рекламная фишка, в которой я мотивирую людей все-таки приглашать сюда. Потому что чем больше людей играет, тем лучше. Про безопасность говорить, я думаю, тут не стоит. Потому что даже, ладно, скажу несколько слов. Еще раз, это математический проект. Это без схемы понсо я не обещал никакие проценты. Поэтому эта схема не скамная. То есть здесь бояться, что сам проект развалится из-за того, что не хватит денег, либо их там не будет, здесь нельзя. Потому что все деньги, они, ну, как сказать, грамотно перераспределяются здесь. Проект не обрушится вообще никогда. То есть мы можем заниматься им сколько угодно времени. Про меня скажу, что у нас сам по себе Этера Клаб, это клуб, бизнес-клуб, работает с 17-го года. И у нас не было еще ни одной проблемы с выплатами. Я уже не говорю, что у нас на данный момент 7 разных вариантов заработка, 7 разных маркетингов, которые мы сами же и делаем. То есть это наш собственный проект внутри клуба. И так как сама модель взята с моделей государственных аукционов, государственных тендеров, то эта модель уже давно отработана и показывает, что она такая стабильная и для людей очень прибыльная. А вот чтобы люди сюда приходили, то я сделал такую очень интересную реферальную программу. То есть, естественно, так как у нас все-таки сетевое направление, нам необходимо придумать, ввести реферальную программу. И реферальная программа здесь такая. Здесь мы отдаем 30% на вознаграждение партнеров и распределяем все это дело на 7 уровней, в глубину. Причем, что с первого уровня вы получаете 16%, а дальше идет интересное распределение. Видно, да? То есть мы даем возможность лидеру заниматься не только с первым уровнем, и не только со вторым, но и с глубиной со всей. Поэтому у нас вот такой необычный вид глубины, где второй уровень – это 2%, третий – это 3%, четвертый – 2%, а пятый – 5%. Ну, дальше по 1% сделано. Почему это так? А для того, чтобы лидеру, тот, кто работает со своей структурой, было очень интересно работать с той же самой пятой, с пятым уровнем. Потому что с пятого уровня 5% получить – это совсем другие деньги, даже если это с первого уровня 16%. Потому что на пятом уровне там намного больше людей, там десятки тысяч человек может собраться, а может быть еще больше. И с него, с этих 10 тысяч можно получить в несколько раз, даже на несколько порядков больше денег, чем даже с первого уровня. Поэтому мы, опять же, мотивируем людей, мотивируем лидеров работать со всей глубиной, общаться с ними и, как сказать, дублицировать свои действия, чтобы вот это самое 7 уровней участников выстраивалось. Посмотрите, если вы видели где-нибудь такое распределение, ну, скажите мне, потому что это тоже наше такое, наше, так сказать, не ноу-хау, но… Ну, была такая компания «Едоша», где проценты начинались с маленьких, а на низких уровнях, наоборот, были даже больше. Да, а у меня вот здесь вот такая каша, да, из процентов. Ну, понятно, да. То, что у тебя люди нарисованы, человечки слева и справа, это что означает, что это бинар или все-таки это классический маркетинг? Это показывает, что есть уровни у вас, чем дальше от вас, тем дальше уровень. Ну, я мог бы со всех сторон их нарисовать, крестом, солнышком, чем угодно, но в данном случае, чем ближе они к основному лидеру, тем больше, ну, тем разный процент, да, не больше. Ну, понятно, ну, короче, это не бинар, я просто… Это не бинар, это просто многоуровневое построение, стандартная сетка, так называемая, да, называют солнышком. Ну, я, да, линейка солнышка. Линейка солнышка. Вы просто приглашаете, чем больше, чем глубже у вас структура, тем больше вы и получаете вознаграждений. Ну, у нас разные… Во-первых, у нас сайт, да, etero.club, чтобы вы понимали, и у нас во всех наших социальных сетях есть, естественно, информация, и сейчас очень много информации как раз по поводу валютного аукциона, и мы сейчас сильно так серьезно занялись социальными сетями, потому что понимаем, что проект массовый, и чем больше людей узнают о нем, тем больше людей начнет выигрывать, и тем больше начнут новые люди приходить, потому что, сами знаете… Да, Эльнор, вы в какие-то, ну, ближайшие дни, наверное, проводите вебинар или что-то? Да, у нас вебинары проходят каждый день, кроме выходных, но вот я думаю, что выходной, так как 15-е число – это суббота, естественно, будет проходить наша встреча, наш вебинар, и мы будем так вот празднично запускаться. Сразу вопрос наверняка многих партнеров солидар-клуба заинтересует, что нужно, чтобы занять бизнес-место, то есть какая сумма для инвестиций? Тут все очень легко и интересно. Чтобы начать вообще здесь заниматься, так называемый вклад, да, как все любят называться, потому что вкладов здесь нет, здесь нет депозитов. Вам необходимо купить хотя бы один клик, который стоит 50 центов. 50 центов, понятно. Ваш вклад стоит 50 центов для того, чтобы начать бизнес. Как только вы этот один клик тратите на просмотр цену и видите, что этот клик окупается не просто там в один раз, а в несколько раз, когда вы видите, что прибыль там 10 долларов, 20, 100 долларов, 1000 долларов, я думаю, становится интересно дальше играть или работать. Ну, естественно, да. Это такая хорошая завлекалочка. Да, да. Здесь 50 центов ваш риск, так называемый, да, хотя здесь рисков нету, а дальше все зависит от вас. Еще у меня возник вопрос, пытался ли кто-то реализовать такую схему раньше? Ну, я не знаю. Именно в сетевом маркетинге. Смотрите, я сам строитель, да, у меня образование строительное и вообще занимался очень долго строительством и занимался именно тендерами, государственными тендерами. И в какой-то момент я просто понял, что можно не только через тендеры распределять строительные объекты, но и можно продавать деньги таким образом. И вот пришло еще очень давно, пришло такое понимание, чтобы сделать такой аукцион, при котором люди, понижая цену, могут, зарабатывая большие деньги. То есть, чем больше лотов, тем больше люди зарабатывают. Можно зарабатывать не только один раз, да, можно зарабатывать каждые 10 секунд. То есть, в течение дня можно кликать там тысячи раз. И каждый клик вам даст возможность заработать. Понятно, что это игра, да, понятно, что кто-то выиграет, а кто-то, как сказать, встанет в очередь за выигрышем, да, в следующий раз выиграет. Но здесь риск 50 центов. То есть, ну, сколько сейчас? Ну, понятно, да. 40 рублей в данном случае. Это намного дешевле, чем купить лотерею и ждать неделю, либо месяц и надеяться, что вот этот шарик, вот этот барабан тебе даст возможность выиграть какую-то сумму. Здесь вы сами выигрываете, вы сами решаете, вам дают 10 ваших законных секунд, и у вас их никто не отберет. Вы сами решили, вы выиграли, решили пропустить, значит, вы пропускаете код, и в следующий раз, когда вы кликаете на этот лот, если он еще не был выкуплен, он 100% уже будет дешевле. Даже если вы второй раз этот же самый лот кликнули, он никогда не будет одним и тем же. Он всегда будет дешевле, потому что каждый клик, он понижает цену на 25 центов. Ну, смотри, тогда такой вопрос возникает. Вот есть, как ты сказал, люди азартные, которые играют в онлайн-казино. Понятно, что там кто-то выигрывает, а может быть даже срывает джекпоты, крупные суммы. Но многие просто, ну, не везет человеку, и все. То есть он, получается, тратит на это онлайн-казино больше, чем зарабатывает. Я же не думаю, что ты будешь говорить, что нет, там все зарабатывают, все там становятся миллионерами. Ну, ладно, кто отвечает за выигрыш. Кто, как сказать, кто дает возможность вам выиграть, вот так можно сказать. Вот кто? Вот в казино вы когда кликнули, не знаю, на какую-нибудь кнопку нажали, вам кто? Ну, там, я так понимаю, некая программа, которая все это регулирует, да? Да, некая программа. В обычном казино это вот этот шарик, который прыгает, да? Который круглый, магнитиком может подрегулировать, да? Да, 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 барабанда, все что угодно. А здесь вы сами решаете, вы выиграете или нет. Вот вам дается возможность, 10 секунд. Единственное, надо очень быстро решить. За 10 секунд вы сами должны решить, выиграете вы или нет. Это намного справедливее, чем любое онлайн-казино, любое обычное казино и так далее, любая лотерея. Намного справедливее, потому что вы сами, как сказать, вершитель своих суть, да? За вас никто не решает. Понятно. Но если вы, как сказать, просрочили, либо сами пропустили, но это ваш выбор личный. Потому что... Ты знаешь, кажется... Может, возможно... На самом деле, вот я тебя слышал, на самом деле, до сего все просто, гениально. А если вы сделаете не 15, а 100 лотов, то каждый человек захочет 100 посмотреть. И пока он туда-сюда будет клацать, соответственно, сумма будет уменьшаться. Поэтому, ну, прикольно, круто. Можно на этом фоне другие направления подумать. А так классно, да. Да, мне тоже очень нравится. Я уверен, что найдутся азартные люди, которые купят все 10 телефонов, на 10 телефонах установят приложение, будут 10 пальцами наяривать. Ну, у нас уже целый якутский деревник, который купил айфоны. Не, реально, купили айфоны для того, чтобы сидеть, вот именно заниматься вот этим делом. Потому что люди, даже услышав это, подсаживаются. Я уже не говорю про камазистов, которые сидят вот этими однорукими бандитами, пользуются, да, у себя на родине. Даже они заинтересовались, потому что становится интересно. Намного это интереснее, чем действительно заниматься в онлайн-казино. Потому что вы сами решаете, я еще раз говорю, то есть справедливость здесь больше. При этом, что здесь возможно зарабатывать еще из сети. Такого нету ни в каком онлайн-казино, чтобы можно было в семи уровней ловить себе 30%. Понимаете? Если каждый ваш человек в глубине делает там, не знаю, по 100 кликов в день, и у вас такие хотя бы там, пускай бы 10 человек на каждом уровне, ну, посчитайте сами, сколько это по деньгам. Понятно, что это сначала это центы какие-то, да, там. С 50 центов получить, там, не знаю, 16%, это 8 центов. Но эти 8 центов потом очень быстро, до сотен, а может и до тысяч собираются. А на седьмом уровне, если вот это все дело собирается вот в эту единую большую такую структуру, на седьмом уровне там может быть сотни тысяч человек. Ильнор, мы основную идею поняли. Спасибо тебе большое. Просто мы уже полчаса общаемся. У нас еще на очереди Наталья Малых. Значит, по поводу, получается, подробных презентаций твои, вернее, контактные данные проекта мы видели внизу. Давайте еще. Ты тоже в чате вот нашей комнаты можешь свои данные написать. То есть относительно регистрации у нас практикуется в Солидар-клубе там цепочки так называемые. То есть мы там выстраиваем партнерские отношения, регистрируемся друг под другом, чтобы была взаимная выгода. Я считаю, что это тоже такая интересная идея, что мы там в каком-то проекте я под Васей, в каком-то проекте Вася подо мной и так далее. Это понятно. Хорошо. Спасибо. Несколько секунд как раз по поводу регистрации я хочу сказать. У нас клуб уже, я как сказал, с 17-го года, поэтому у нас регистрация сейчас работает. Я работал еще давно. У нас единая регистрация под все наши проекты, у нас единое пополнение под все проекты, у нас единый вывод, то же самое. Поэтому прямо сейчас можно регистрироваться, не обязательно там проплачиваться, не обязательно пополняться. Прямо сейчас можно выстраивать вот эти цепочки, о которых Вы говорите, и строить свою сеть собственную. То есть Вам ничего не мешает прямо сейчас уже начинать построение структуры без никаких обязательств. Не надо ждать 15-е число, не надо ждать… Да, мы тебя поняли, просто видишь, поскольку Виталий руководитель Солидар-клуба отсутствует, мы с ним эти моменты обговорим, потому что он обычно тут, как говорится, дает отмашку. Как нам? Виталий, он доступен, так что он даже… Да, Виталий доступен. Ну, поскольку здесь вот именно регистрация вообще бесплатная, тут особых проблем нет, да. Да, регистрация беспроблемная. Единственное, чтобы получать, начинать получать реферальное вознаграждение, надо как бы показать системе, что Вы зашли в данную программу. То есть сделать хотя бы один клик, да. Один клик, но, как ты сказал, клики можно будет 15-го числа делать, да? Да, клики 15-го числа можно сделать. Еще один момент, я хочу взять не только людей, которые могут заплатить 50 центов, да, у которых они есть, но я и хочу даже тех, у которых их нету, так называемых баунтистов зацепить. Поэтому у нас после старта, через какое-то время появится баунти-программа, где мы можем давать те же самые клики, вот этот токен-клик, за определенную работу, то есть за обслуживание вот этих данных сетей, которых Вы сейчас видите на экране. Так что, баунтисты, добро пожаловать, я Вас знаю, что Вас их очень много, и самое интересное, Вы также можете строить сети из баунтистов, и каждый клик, который я Вам даю, он даст возможность Вашему спонсору получить живые деньги, то есть те же самые проценты, потому что клик стоит 50 центов. То есть я Вам даю, буду давать ликвидные клики, за которым Ваши вышестоящие будут получать живые деньги. Еще вопрос у меня возник, вот ты говоришь, Этера Клаб три года существует, а сколько уже партнеров в клубе? Порядка 20 тысяч сейчас партнеров.